Тех, кто победил рак, с каждым годом все больше, причем не только в России, но и по всей Европе. Новые технологии творят чудеса, но что делать дальше людям, пережившим онкологические заболевания, сегодня мало кто представляет, и в этом кроется опасность. Значительная часть пациентов погибает от осложнений и сопутствующих заболеваний, которые можно было бы выявить ранее. Об этом говорил академик Лядов на встрече с рязанскими врачами. Есть реабилитация во время лечения, это задача диспансера. Есть отделения реабилитации, они все это в порядке, лучше или хорошо оснащенные, но они есть. В то время, пока пациент проходит лечение в диспансере, он все-таки имеет некий шанс получить поддержку и пройти лечение максимально бездолезным для себя, минимально травматичным. Как только пациент уходит из диспансера, а если, к счастью, он даже еще снят с учета, потому что прошло уже 2 года, 3 года, для рака молочной жизни 5 лет проходит, 10 лет проходит, ему куда идти, его все боятся. В районе поликлиния у вас рака, с надуви не никогда, у меня проблемы, вы должны быть счастливы, вас от рака спасли, вы чего к нам представите свои проблемы? Понятие качества жизни в реабилитации онкобольных сегодня ключевое. Уже доказано, что ни физиотерапия, ни массаж на развитие опухолей не влияют, а значит смело можно ходить в баню, ездить на море. В Рязанском Минздраве это тоже понимают. Все понимаем, что проведение химиотерапии, лучевой терапии или просто даже операции у онкологических больных, это тяжелые операции, которые постепенно могут приводить к инвалидизации пациента. Поэтому определенный большой пул мероприятий, это именно их социализация, то есть возвращение к нормальной жизни. Опыт активного применения методик по реабилитации пациентов не так велик, но интерес к этой теме растет с каждым годом. Регионы активно принимают передовой опыт. Приезд Академика Лядова в Рязань – добрый знак тому, что уже скоро возможность широкого доступа к восстановительной терапии нужно ждать и в Рязани. Пока что постболезненная реабилитация – лишь часть основного комплекса лечения. Качество жизни – это комплексное понятие, включающее в себя социальную реабилитацию, психологическую реабилитацию, трудовую реабилитацию обязательно, ну и, естественно, реабилитацию функции медицинской, функции организма, которые могут быть утеряны в результате вмешательства и так далее. Поэтому сейчас и наш диспансер тут не является исключением. Огромное значение уделяется этой проблеме. Разрабатываются органосберегающие операции, которые позволяют излечивать больных без того огромного объема удаляемых тканей, органов и так далее, так называемая органно-заберегающая операция. Будущее в области реабилитации за специализированными реабилитационными центрами для переболевших раком. Их появление в регионах России – дело ближайшего будущего, считает академик Константин Лядов. По его словам, задача таких центров – обеспечить комплексный подход к восстановлению, привлекая для этого кардиологов, эндокринологов, неврологов, психологов, диетологов, физиотерапевтов. Ведь только так можно учесть все особенности организма, пострадавшего после лечения, и разработать оптимальную схему восстановления. Онкопациенты имеют полное право на полноценную жизнь, и оно должно быть реализовано. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Продолжение следует... Продолжение следует...